Всем привет, дорогие зрители моего канала! С вами Татьяна Кузьмина и проект FiberLegReality. Вы знаете, я сейчас иду на одно очень важное секретное дело. Тут на днях мне новичок, который пришел просто потреблять нашу продукцию со скидкой, высказала такую мысль, что компания же меня разводит, она разводит меня на бабки, я должна платить за доставку от 99 до 149 рублей. И я так подумала, да, действительно, какой-то разводил его, да? И одновременно у меня проскользнула такая мысль, а я же сама регулярно развожу компанию на бабки, представляете? Причем с такой периодической регулярностью не реже, чем один-два раза в неделю сначала, каждую неделю, да? А потом еще один раз в каталог, то есть один раз в три недели еще развожу на бабки. Представляете, до чего я дошла? В общем, каким образом у меня это получается делать, я с вами поделюсь в этом видео. А сейчас я вот уже дошла до пункта назначения с тем, чтобы в очередной раз развести свою любимую компанию на бабки. Ну и для того, чтобы понять, кто кого нагрел, кто кого обол, я предлагаю вам зайти в мой личный кабинет. Вот я сейчас в нем нахожусь. Мы заходим в раздел «Мои заказы». Сейчас я вам покажу, каким образом надувает нас компания. Вот смотрите, заказы у меня последние были с регулярностью 18 апреля, 15, 11, 8. Ну, по сути, раз в три дня я делаю заказ. 30 марта, 2 апреля, 4 апреля, первого два заказа было 25 марта. Это последние мои заказы на сайте компании. Ну, а теперь давайте зайдем, например, вот в этот заказ сегодняшний, который я получила только что. И в этом заказике у меня, естественно, позиции отражаются. Уходовую косметику я здесь получила. Солнцезащитный кремчик, тоналочку, влажные салфетки, таблетки для посудомойки, душ, снова уходовая антивозрастная косметика. И обратите внимание. Смотрите, счет по заказу. Вот первая строка, счет по заказу, 4071 рубль. Оплата доставки. Да-да-да-да, 140 рублей, сдирает с меня компания. Облапошивает. Теперь смотрите, списание кэшбэк в заказе 1396 рублей. То есть, вот из этой суммы, 471, вычисляется вот эта 1396. Списывается объемная скидка. 1 738 рублей 69 копеек. И в итоге я оплачиваю оплата с личного счета 1085 рублей 31 копейка. Заказ у меня уже оплачен, выдан, получен мной. И смотрите, с этого заказа, вот с этой суммы 471, мне начисляется еще кэшбэк в 26%, что составляет 1054 рубля. Это для оплаты моих последующих покупок. И вот так вот получается, что на 4071 рубль я заказала, а оплатила только 1085 рублей. Вот и думаю, кто кого надурил. То ли я надурила компанию, то ли компания меня надурила, что за доставку 149 рублей взяла. Вот как тут рассудить? И ладно, если бы это было один раз. Давайте еще интересный момент посмотрим. Ну вот, например, предыдущий был заказ. Снова смотрим. В этом заказе я уже не помню, что было. Ну, парфюм здесь у меня был, каталоги, шампунь, кремчик, средства для духовок, бибикрем, корректор. И в итоге счет по заказу на 2275 рублей. Ну, небольшой заказик. И снова-таки компания мне платит, выставляет счет за доставку 149 рублей. Ну, а в этом заказе у меня списывается кэшбэк в 380 рублей. Остаток от того, от прежнего. Скидка в 1231,65 рублей. И в итоге я оплачиваю с личного счета 812 рублей 25 копеек. То есть, заказ на 2275, а плачу я по факту 812 рублей 25 копеек. И еще компания мне начисляет 3337 рублей для оплаты последующих покупок. Опять не пойму. Опять не за доставку тут пришлось платить. В общем, фигня какая-то. Да, ну давайте еще посмотрим. Так, для примера, для наглядности давайте вот этот еще раньше предыдущий заказик возьму. И посмотрим, что у меня тут. Заказ был у меня этот большой, в принципе. Ну, такой средненький. Здесь уходовые средства были у меня за ручками, интимная гигиена, каталоги, парфюм, пробничек парфюма, запеченные тени, тушь, зубные пасты, туалетные водички мужские были, сыворотка-кондиционер, ополаскиватель, каялы. В общем, такой заказ. И смотрите, счет по заказу 4 326 рублей. Оплата доставки. Опять у меня компания плюсует доставку 149 рублей. Но что ты тут поделаешь? Там придется платить. Списан кэшбэк в заказе на 2811 рублей 990 копеек. Списывается скидка на 984 рубля 6 копеек. И что же в итоге? И в итоге с личного счета я оплачиваю 679 рублей 4 копейки. И еще компания мне начисляет 1059 рублей для оплаты последующих моих покупок. Это возврат денег, кэшбэк. В итоге заказ на 4 326, а я оплачиваю всего лишь 679 рублей. Это с учетом доставки в 149 рублей. Вот так вот я круто ставлю на бабки родную компанию. Ну, давайте еще для примера. Так, чтобы... Так, более такой наглядный возьмем примерчик. Ну, например, вот этот пусть будет. Еще один пример. Здесь у меня средства чистящие, моющие, стиральный порошок, шампуньки были, тушь, лак для волос, карандаш пятновыводитель, таблетки для посудомойки, средства для мытья посуды у меня были. И заказ у меня получился. Счет по заказу на 2846 рублей. И снова же я оплачу за доставку 149 рублей. У меня списывается кэшбэк в размере 460 рублей. Объемная скидка в 1550 рублей 85 копеек. И я в итоге оплачиваю 984 рубля 15 копеек. И еще компания начисляет для последующих покупок 734 рубля. Возврат денежных средств вот с этого заказа, с этой суммы 26%. То есть заказ на 2846 рублей. По факту я оплачиваю 984 рубля 15 копеек. И еще, конечно же, я плачу за доставку. Круто, да? Кто кого тут надурил, мне, в общем, не очень понятно. Хотя, в принципе, понятно, потому что денежки-то у меня в кошелечке звенят. Так что, мои дорогие, вот таким образом дурит нас компания. Берет с нас плату за доставку, но при этом почему-то лопухнулась она у нас. При этом она еще и кэшбэки нам всякие списывает, и объемные скидки нам списывает. И в итоге у нас получается, что денежки-то оказываются в нашем кармане. Конечно же, вы понимаете, что это был видеоприкол. Никто никого не обманывает. Мы за честный бизнес. Мы сотрудничаем с компанией Фаберлик и соблюдаем этические нормы и правила, которые предусмотрены компанией и которые соответствуют нашим жизненным ценностям и нашим взглядам на ведение бизнеса в целом. Если вы находитесь в поиске новых возможностей заработка, если вы смотрите в сторону сетевого бизнеса и компании Фаберлик, напишите мне в личку в социальной сети под тем ссылочком, которые я оставила под данным видео. Я вам обязательно напишу, и мы с вами пообщаемся. Если наши взгляды совпадут, то добро пожаловать в нашу команду. А сетевой бизнес – это командный бизнес. В одиночку этот бизнес не построишь. Мы вместе с командой лидеров сопровождаем наших новичков-партнеров до получения результата. У нас есть для этого все необходимые инструменты и целая система обучения. На этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайк. Если не подписаны на мой канал, подпишитесь. Говорю вам всем пока. Увидимся с вами в следующих видео. А с вами на связи была Татьяна Кузьмина.